Валентин Горбачев в рамках работы Центра исторического туризма «Лики прошлого» довольно давно занимается реконструкцией материальной культуры военной истории России X-XX веков. Однако для создания данного интерактивного выставочного проекта был выбран век XVII – период Великой Смуты, главными героями которого смело можно назвать «Стрельцов». Представления современников о «Стрельцах» довольно-таки слабы. Что мы знаем вообще о «Стрельцах»? Мы только видели их в комедии «Гайдая», да, может быть, мало кто, некоторое количество людей видели их на картине «Утроследской казни» художника Сурикова. Ну, в общем-то, на этом, да, вот Петр Первый им бороды порубил, и все это войско, значит, уничтожил как таковое. А на самом деле «Стрельцы» играли довольно-таки большую роль и в эволюции русской армии, став таким вот промежуточно-переходным звеном от феодальной армии к полкам новостроек, к солдатам, которые до сих пор фактически существуют, да, солдатский строй у нас. Из них сложно представить эту эволюцию нашей армии. Помимо этого, они были носителями русских традиций и духовных, православных, и культурных, потому что они были ремесленниками на посаде. В витринах музея выставлены предметы, иллюстрирующие основные моменты жизни стрельцов. Здесь можно увидеть нательные кресты, копию поручной записи, образцы денег 17 века, оружие и даже полное обмундирование стрелецкого головы и стрелецкого сотника. Вот здесь вот у нас представлен по реконструкции комплекса доспехов вооружения парадного комплекта сына Боярского. Это такой чин в русском государстве 16-17 веков, из которых как раз и назначали стрелецких сотников, которые руководили стрелецкими подразделениями. Здесь представлен его доспех, значит, металлический, стальной. Это байданы. Именно такая байдана, но гораздо более богато украшенная была у царя Бориса Годунова. На голове шлем, который по-восточному называется чичак или шишак. Ну и в руках у него, соответственно, большое количество оружия. Конечно, здесь нет предметов старины и археологических находок. Все представленные экспонаты – точная историческая реконструкция. Возможно, они и не несут в себе той духовной ценности, которая сокрыта в оригинальных реликвиях. Зато эти экспонаты можно потрогать, примерить, посмотреть, как они работают. Таким образом, знакомство с целым пластом нашей истории проходит, несомненно, более красочно, чем в привычном музейном формате.